Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые коллеги, я очень рад и благодарен организаторам за возможность выступить на этом замечательном мероприятии. Мне, конечно, очень повезло с темой выступления, потому что последние годы, равно как и при немелкоклеточном раке легкого, при мелкоклеточном листолиоме, дарят нам все новые и новые возможности для изменения стандартов, для включения новых вариантов лечения, новых схем в терапию этих ранее непростых вариантов солидных опухолей и нечувствительных к различным вариантам лекарственного воздействия. Начинаю рассказывать про мелкоклеточный рак легкого. Конечно, надо сказать, что несмотря на то, что эта опухоль была крайне чувствительна к химиотерапии, с точки зрения объективного ответа, все равно мне кажется, что общий эффект лечения для мелкоклеточного рака легкого, он, конечно, был неудовлетворительным, потому что практически все пациенты прогрессировали в течение 6-8 месяцев и дальше за отсутствием, полным отсутствием второго линия лечения очень быстро все погибали. И надо сказать, что большое число попыток было предпринято для того, чтобы оптимизировать лечение, для того, чтобы найти что-то новое и изучить всевозможные комбинации по составу, по режиму введения, по интенсивности. Мы на ранних этапах, мне кажется, в начале 90-х изучала закодузная химиотерапия, примелкоклеточный рак легкого. И, к сожалению, большинство из этих вариантов, они ничему новому не приводили, потому что вот это вот результаты пяти последних исследований с иммунотерапией. Посмотрите, линии кривые выживаемости, они идут одинаково. То есть в течение первых 4-6, реже 8 месяцев, что бы ты ни делал, у пациента будет наблюдаться ответ лечения, и маленькая часть из этих пациентов будет погибать в течение вот этого короткого времени. Тем не менее, к сожалению, после этого времени, когда уже происходит рецидив болезни, через 8 месяцев, большинство пациентов погибает волнообразно. То есть, к сожалению, там практически никогда заболевание нам уже не остановили. И, собственно, интродукция иммунотерапевтических подходов, интродукция ингибиторов PD, L1 для этого вида опухоли, они были первыми, отезолизумаб и вот теперь дурголемаб в этом году, позволили не то чтобы переломить, но изменить подход к лечению. Мы поняли, что опухоли мелкоклеточной природы, они тоже гетерогенные. Они и среди всех вот этих вариантов лечения, вариантов мелкоклеточного рака легкого, которые, я скажу, в самом финале вот этой части выступления, есть небольшая группа больных, которые чувствительны к иммунотерапевтическому воздействию. И, собственно, интеграция иммунотерапии, иммунотерапии текущим поколениям ингибиторов PD, L1 в цитостатические режимы первой линии и является тем изменением в стандартах лечения, о котором я буду говорить сегодня. Как я уже сказал, Empower 133, исследование в первой линии отезолизумаба в комбинации статическим режимом довольно давно уже показало свою эффективность и позволило увеличить общую выживаемость у пациентов на фоне относительно скромных изменений в времени без прогрессирования. В этом году, как я уже сказал, другой ингибитор, L1 в комбинации с химиотерапией, точно так же позволило достичь цели этого исследования. Была увеличена общая выживаемость. Посмотрите, относительно скромный результат, который, тем не менее, является подтверждением того прорыва, который был достигнут для мелкоклеточного рака лёгкого. Суть прорыва, как я уже сказал, заключается в том, что мы видим клинический потах только часть пациентов, которые отвечают на иммунотерапию. А ответ на иммунотерапию принципиально отличает эту группу пациентов тем, что он длится долго, и мы видим больных мелкоклеточным раком лёгкого, которые живут всё дольше и дольше. К сожалению, вероятность этого ответа, доля этих пациентов чувствительных, не превышает 10-15%. И на настоящий момент принципиальным, конечно, является их идентифицировать. Мы не можем отличить этих пациентов на основании распространения заболевания, потому что оно фактически не коррелирует с долей тех пациентов, которые выживают. То есть одинаковое количество пациентов отвечает и среди больных с распространением в пределах грудной клетки, и пациентов с экстраторакальным распространением. Фактически мы не можем отличить этих пациентов на основании времени недопрогрессирования, потому что вы увидите, что до 6 месяцев, до того момента, когда работают химиотерапии, кривые не различаются. То есть это не пересекающаяся с химиотерапией группа пациентов. То есть часть больных, отвечающих на химиотерапию, отвечает и на иммунотерапевтическое воздействие. Но, к сожалению, мы не можем различить эти группы пациентов и по частоте объективных ответов, которые немногим выше для комбинации с иммуно- и химиотерапией. И лишь в проявлении этого ответа, то, о чем говорил Сергей Валимович в своем выступлении, мы видим, что на фоне иммунотерапевтического воздействия те регрессы, которые были достигнуты с большей вероятностью за счет цитостатического воздействия, они продолжаются очень долго. Посмотрите, 23 пациента длительность эффекта год, 13% длительность эффекта 2 года. При этом разница от химиотерапии как раз в те 10%, о которых я сказал. Это те 10% пациентов, которые отвечают на иммунотерапию, идентифицировать которых, собственно, и является в настоящий момент нашей важнейшей задачей. При этом, конечно, принципиально различается в связи с интеграцией иммунотерапии, принципиально различается и доля пациентов, которые живут больше года. В данном исследовании для исследования с отезолизомом вопрос ставился в отношении доли пациентов, которые живут больше 18 месяцев. Но суть одна, то есть часть пациентов проживает после окончания лечения долго. И те пациенты, которые отвечают на иммунотерапевтическое воздействие, они дальше уже живут долго. И фактически небольшая доля пациентов такая есть и на цитостатическом режиме. Посмотрите, 5% пациентов живут долго после использования только цитостатиков ЕП. И эта доля повышается 17% для дурволюмаба с химиотерапией, 16% для комбинаций, которые не зарегистрированы, тремилиумаб и дурволюмаб. То есть фактически в 3 раза повышена доля пациентов, которые живут больше 12 месяцев. И это принципиальнейшее значение имеет, потому что мы, как формальная констатация факта, мы можем увеличить долю пациентов, которые живут долго. Но на самом деле целью, конечно, является идентификация этих пациентов. Посмотрите, вот так выглядит распределение вот этих долей по длительной выживаемости. К сожалению, как я уже сказал, мы не можем отличить этих пациентов до начала лечения на основании клинических факторов, таких как распространение заболевания, поражение печени, состояние на момент начала лечения, курение, раса, пол. К сожалению, эти пациенты, они практически не отличаются от тех больных, которые начинали лечение вместе с химиотерапией, у которых не будет длительной продолжительности жизни. При этом похожая ситуация наблюдалась и для пациентов в исследовании ПАВА-133 и отезолизума вместе с химиотерапией. Точно так же принципиальных различий в каких-то клинических факторах идентифицировать не удалось, хотя были получены предпосылки к тому, что распространение заболевания может играть принципиальную роль с точки зрения ответа на лечения. На настоящий момент мы знаем, что основной фактор для нимолкоклеточного рака легкого, фактор стратификации – это уровень экспрессии ПДА. При этом, к сожалению, это, опять-таки, данные довольно детального анализа исследования с другим АПА, в рамках которого проводилась оценка и ПДЛ-статуса тоже, и прямой связи эффекта, длительности эффекта от ПДЛ-статуса выявлено не было. Одним из оснований, одним из объяснений этого может являться то, что, в принципе, экспрессия ПДЛ при мелкоклеточном раке легкого наблюдается не так часто и, по-видимому, может иметь значение при локализованном этапе, когда распространение заболеваний еще не так велико и, по-видимому, иммуносупрессивная активность опухоли на системный иммунитет, она не настолько высока. И поэтому, собственно, оказывается, что при той ситуации, когда ПДЛ-экспрессия присутствует, она влияет на выживаемость, но, к сожалению, выявляется при минимальном числе случаев мелкоклеточного заболевания легкого, что, в общем, было подтверждено и по данным исследованиям популяции, включенных пациентов, пациентов, включенных в исследование КАСТЭН, напомню, турблюмаб, демилюмаб и химиотерапия. К сожалению, и другой фактор, который, казалось бы, должен был быть связан с эффективностью иммунотерапии, мутационная нагрузка, к сожалению, и он тоже не показал каких-то принципиальных закономерностей нам для выбора пациентов с мелкоклеточным раком легкого, которые будут получать совместное иммунотерапевтическое воздействие. К сожалению, и мутационная нагрузка с различными пороговыми значениями не позволяет идентифицировать тех больных, которые получат максимальную пользу от терапии демилюмаб. И вот это вот данные, которые уже последние, они были представлены в этом году, они практически наверняка еще не имплементированы в... и непонятно, на самом деле, когда будут имплементированы в нашу клиническую практику. Но, оказывается, мы можем, возможно, в будущем получим объективные данные более, как бы, как сказать, более большего объема. О том, что мы можем выбирать пациентов для терапии двойной комбинации демилюмаба и демилюмаба на основании варианта комплекса демилюмаба и демилюмаба. Это под анализ тех пациентов, которые были включены в исследование Каспио. Оказалось, что при определенном подтипе МИЧЛА пациенты выигрывают значительно больше от использования комбинации демилюмаба, демилюмаба и ЕП. С моей точки зрения, это крайне интересная предпосылка для селекции пациентов. Оказывается, что определенный вариант комплекса дистистосовместимости при лечении, при применении сетерей-4-ингибитора приводит к синергистическому эффекту, приводит к большей активации лимфоцитов, ну и, по-видимому, к более сильному противопухолевому действию, которое мы наблюдаем при использовании вот этой четверной комбинации. Будет ли иметь эти данные какое-то продолжение, будут ли совершаться следующие шаги для того, чтобы имплементировать клиническую практику? Честно говоря, я не знаю. И, безусловно, мне бы было очень интересно применять их в клинической практике. Но будет ли это новым прорывом, или это будет очередным предклиническим исследованием, которое погрязнет в огромном числе трансляционных работ, которые мы видим сейчас с точки зрения поиска маркеров чувствительности к иммунотерапии, это вопрос открыт. Что очевидно сейчас уже на настоящий момент? Пока еще, опять-таки, не имплементировано в клиническую практику, но уже понятно, что мы, в общем, двигаемся к этому с ними мельными шагами. Понятно, что мелкоклеточный рак легкого, так же, как и немелкоклеточный рак легкого, представляет собой группу заболеваний, которые принципиально различаются между собой по своей биологии, ну и по проявлениям биологии на экспрессионном уровне, на уровне активации тех или иных молекулярно-генетических каскадов. Соответственно, эти молекулярные подтипы, которые сейчас существуют несколько возможных классификаций, но суть в том, что некоторые из них чувствительны к иммунотерапии, а некоторые практически полностью не чувствительны к иммунотерапии. Но что было показано в этом году, и мне представляется, что это очень интересное наблюдение. Оказывается, особенность мелкоклеточного рака легкого, о которой мы все знали с точки зрения клинических особенностей, когда вы лечите пациентов и на первом этапе получаете фактически такой же ответ, как мы наблюдали при лимфомах. Опухоль тает, исчезает, эффект достигается после первого цикла уходит синдром давления верхней половой вены. Мы можем начинать лечить пациента даже в тяжелом состоянии, потому что мы знаем, что как минимум часть симптомов, которые связаны с опухолью, они уменьшатся скоро в течение недели, соответственно, продержав пациента, как если вы ему помогли продержаться неделю-десять дней, то самочувствие пациента может улучшиться, и, в общем, это позволяло нам вытягивать даже тяжелых пациентов. Но, к сожалению, когда мы сталкивались с такой же ситуацией, но уже на второй линии лечения, мы, в общем, руки опускались, потому что можно делать все, что угодно. Так вот, было найдено объяснение. Оказывается, пластичность этой опухоли такова, что даже если в самом начале у нас был один подтип, который определялся чувствительностью к иммунотерапии, после проведения химиотерапии происходило, по-видимому, эпигенетическое изменение, которое приводило к доминированию другого молекулярного подтипа данной опухоли, который уже обладал полной резистентностью к химиотерапии и, по-видимому, другими свойствами с точки зрения иммунотерапии. Все это, безусловно, говорит нам о том, что, с одной стороны, мы будем потихонечку имплементировать наши возможности, имплементировать методы диагностики в пределах мелкоклеточного рака легкого, для того чтобы выявлять тех пациентов, которые будут чувствительны к иммунотерапии, соответственно, обязательно в порядке проводить лечение этим пациентам. С другой стороны, конечно, это должно изменить наши подходы в лечении. То есть мы, проводя те варианты лечения, которые мы используем сейчас, мы фактически добиваемся селекции химиорезистентного клона, который в дальнейшем, вернувшись, уже приводит практически наверняка к гибели пациента. Конечно, нам нужно изменять эти подходы для того, чтобы каким-то образом изменить парадигмы лечения этого заболевания. Другая проблема, проблемная опухоль, о которой мне надо сегодня говорить, мистолиома клевра, она всегда считалась химиорезистентной, и, в общем, появление пиметрикседа с относительно скромными успехами этого варианта лечения, пиметриксед с из плотин, с биоцизумабом, в комбинации с лучевой терапией, в комбинации с хирургическим удалением, в общем, приводило к довольно скромным результатам. Довольно рано была показана эффективность различных вариантов иммунотерапии для этого вида опухоль. К сожалению, все эти варианты можно было назвать, в общем и целом, довольно скромными. И в этом году были представлены данные одного из исследований, Чикмея-743, в котором проводилось сравнение двойной иммунотерапевтической комбинации неволума 3 мг на килограмм и пилимума по 1 кг до 2 лет, и стандартной химиотерапии цисфоликарбоклотин с пиметрикседом. Первичной конечной точкой этого исследования было изменение общей выживаемости, которая, к сожалению, не так и великаз для мезотерилома плева. И, как это не удивительно, это одно из первых исследований за долгое время. Оказалось, что использование иммунотерапевтического варианта лечения у всех пациентов на круг позволяет увеличить медиану общей выживаемости с 14,1 месяца для цитостатического варианта лечения до 18,1 месяца для двойной иммунотерапевтической комбинации. Но что, с моей точки зрения, принципиально важно? Потому что всегда, когда мы имеем дело с нашими пациентами, мы, мне кажется, должны понимать, чего мы ожидаем, тем более применение таких дорогостоящих вариантов лечения. И оказалось, что выживаемость пациентов принципиальнейшим образом различается в зависимости от гистологических форм. Мы знаем, что самый частый вариант эпителеоидной мезотериломы плевры хуже отвечает на двойную иммунотерапевтическую блокаду, чем неэпителеоидные варианты опухоли, которые, к сожалению, встречаются значительно реже. А какой причиной биологии может это объясняться? Посмотрите, различие в эффективности, во влиянии на общую выживаемость двойной комбинации в зависимости от уровня экспрессии ПДЛ-1. Отвечают те опухоли, которые имеют экспрессию ПДЛ-1. Оказалось, что мезотериломы плевры при молекулярном анализе, при профилировании этой опухоли с точки зрения тех факторов, которые влияют на активированные лимфоциты, она распадается на две большие группы. Первая – это те опухоли, которые имеют экспрессию ПДЛ-1, и вы видите, что она, пускай не идеальна, но все-таки неплохо отвечает на двойную иммунотерапевтическую блокаду со значительным увеличением омидиана общей выживаемости. Вторая группа опухолей – это группы, в которых активирован другой фактор – ВИСТА. Это фактор, который дезактивация активированных т-лимфоцитов в опухоли. И оказывается, что для вот этой группы опухолей никакого из практического значения не имеет ПДЛ-1. Там имеет значение вот этот фактор ВИСТА, на который уже сейчас направлены попытки его блокирования для того, чтобы добиться значимых успехов для этой группы мезотериломы плевры. На этом, позвольте мне закончить мое выступление. К сожалению, принципиальных изменений в стандартах лечения немного. Для мелкоклеточного рака лёгкого – это продолжение интеграции иммунотерапии в первую линию. Для мезотериломы плевры – это, в принципе, постулат о возможности использования двойной иммунотерапевтической блокады, которая чуть больше эффективна у пациентов с ПДЛ-позитивными опухолями и неэпитилеоидной формой заболевания. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...